Всем привет, с вами Сергей Малышенко и Green Time, программа о культурном и житейском футболе. Сегодня поговорим о наиболее запомнившихся событиях. В 28-м туре португальской премьер-лиги футбольный клуб Порто из иноменного города становится 26-кратным чемпионом Португалии. Ну а дальше обратим свое внимание на молодого таланта греческой сборной Стефано Скопино. Ну а в завершении поговорим о финансовом фэр-плее. Неужто и правда клубы тратят так много? В 28-м туре португальской премьер-лиги Порто, победив викторию Геморрай с учетом 1-0, из потери очков в Бенфике становится досрочно за два тура чемпионом. Кто мог поверить в начале сезона, что Порто оформит свой 26-й титул чемпиона Португалии и не с Андре Вилаш Бошем, а с его ассистентом Виттором Перерой, который в первой половине сезона испытывал немалые проблемы и подавался жесткой критике прессы, вопрошавший о целесообразности его назначения на столь ответственный пост, но в итоге сумел привести команду к успеху. Но все же следует начать не с Порто, а с Бенфики, которая по сути и подарила чемпионский титул своему заклятому врагу. Не часто увидишь такую картину, как в этом сезоне. Порто оформил чемпионство, грубо говоря, сидя на диване. В этом сезоне драматичная ничья 2-2 Бенфики на поле Риу-Аве, купе с победой Порто над Моритиву, означало, что Бенфика потеряла даже теоретические шансы догнать действующего чемпиона. За два тура до конца Порто имеет не только преимущество в 6 очков, но и преимущество в личных встречах. Таким образом, нынешний титул стал восьмым завоеванием драконов в последние 10 лет. Футбольный клуб Порто – португальский спортивный клуб из одноименного города, наиболее известный своей футбольной командой. Порто вместе с Бенфикой и Лиссабонским спортингом формирует большую тройку в Португалии. Порто дважды побеждал в Лиге чемпионов и по разу в Кубке УФА и Лиге Европы. Клуб был первым, кто повторил результат Ливерпуля в 76 и 77 годах, выиграв сначала Кубок УФА, а затем став первым. В Лиге чемпионов! В этом году я многому научился, в частности тому, что побеждать можно по-разному. Я чувствую, что это мой клуб и моя судьба. Хочу поблагодарить всех, от президента до болельщиков, и в особенности последних, поскольку им пришлось немало пережить в этом сезоне, сказал Виктор Перейра. Так давайте посмотрим, как они помогали. Слэй! 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 В первые месяцы на выезде жил Висенте с насчетом 3-1 и 6 раз сыграл Ничу. Причем с Бенфикой, которая заняла второе место, они сыграли Ничу и один матч выиграли. Принципиальный соперник был на лопатках. Хотя, по началу сезона, Бенфика играла настолько убедительно, что ее сравнили с прошлогодним образцом Порта, который выиграл и Лигу Европы, и Чемпионат Португалии. Но в середине сезона, когда Бенфика вышла из группы неожиданно с первого места, обыграв Манчестер Юнайтед, неожиданно, но абсолютно по игре, у главного тренера Бенфики Жезуса возникла мысль зайти в Лигу Чемпионов как можно дальше. А тут еще и жеребьевка начала вести. Вначале питерский зенит был пройден, после чего попался Челси, еще тогда не играющий, а только набирающий кондиции. И в тот момент Бенфику не хватило на два фронта. Начались потери очков в Чемпионате Португалии, усталость и нехватка глубины состава, тогда как Порту набирал очки с командами послабее, командами, которые классом ниже, чем они. И главной движущей силой стал капитан команды Халк, который своими действиями как забивал голы, так и раздавал передачи, постоянно обостряя игру и держа в напряжении соперников команды. К нему давно уже присматриваются клубы из-за рубежа, гранды, которые хотели бы видеть в своих рядах такого таранного форварда с отменным ударом с левой ноги. Но уж слишком дорого раздается Португалии со своими лидерами. Напомню, что Фалькао уходил в Атлетико Мадрид за 40 миллионов долларов, а за Халка просит вдвое дороже. К тому же сам Халк не скрывал, хотел бы всю карьеру сыграть в Португалии, но уж очень сильно любит этот клуб. И намеревается с ним выиграть Лигу Чемпионов. Ну а мы поздравляем всех болельщиков Португалии с 26-м чемпионством, которые заслуженно, заслуженно они завоевали. В ожесточенной борьбе, но не без доли везения. Как говорится, везет сильнейшим. Смотрите футбол, любите футбол. В этом году Порту становится чемпионом, вырвав чемпионство в самом конце у принципиального соперника. В ожесточенной борьбе, в котором они проявили характер и волю, показали, насколько важна победа в этом сезоне. А теперь перемещаемся в Афины, где ждет нас Стефано Скопино, галкипер Панатиакоса из сборной Греции. В возрасте 17 лет Стефанос в первый раз вышел на футбольный газон в официальной встрече в футболке зеленого цвета, цвета футбольного клуба Панатиакос. Сразу же со своим дебютом он стал самым молодым игроком, выходивший за Панатиакос. Стефанос Скопино родился 18 марта 1994 года в Афинах. По происхождению он албанских кровей, потому фамилия этого вратаря не греческая. Скопино начал заниматься футболом в школе любительского клуба Аэтос. Прежде чем тому исполнилось 13 лет, за 17 тысяч евро оказался в школе Олимпиакоса. Да-да, именно Олимпиакоса, злейшего врага Панатиакоса. Копино 2,5 года пытался впечатлить тренеров детской команды. Однако те же не стали его подписывать, и после этого он переходит в стан злейшего врага Панатиакос. 17 сентября 2011 года, уже имевший славу по выступлениям на юношеском уровне, Стефанос дебютировал в основе Панатиакоса в матче против Атромитоса, где в самом дебюте встречи был удален основной голкипер Орестис Карнецис, после чего на поле вышел Копино и застолбил за собой место в основе. В ноябре все того же года главный тренер сборной Греции Фернандо Сантуш вызвал его в расположение сборной страны и дал возможность дебютировать матчи против сборной Румынии. Таким образом, Копино стал самым молодым игроком в истории сборной Греции. В Греции, за исключением Антониоса Никополедиса, никогда не было голкиперов хотя бы хорошего стабильного уровня. Копино дает возможность предположить, что этого осталось ждать недолго. Юный вратарь обладает всеми качествами, дабы вырасти в игрока высокого уровня. Что можно отметить в игре Стефаноса? Он довольно прыгуч, бывает на публике совершает такие прыжки и растяжки, будто собирается взлететь. Для такого роста, если добивать еще и прыгучестью, то получается смесь для закрытия всей площади ворот. Вообще, Копино достаточно рассудителен и мудр. Как для своего возраста, так и позиции. Обычно молодые голкиперы примечательны красивыми сейвами, реакцией и прочими вещами, позволяющими в будущем рассчитывать на него всерьез. Но Копино, такое впечатление, готов играть в довольно высоком уровне уже сейчас. Для Панатиакаса это уже не просто будущее, а настоящее. Стефанос уже своей стабильной игрой привлек внимание известных клубов, таких как Интер, Милан, Арсенал и Манчестер Юнайтед. Если его прогресс продолжится, то Копино долгие годы будет голкипером номер один для Греции, да и в более серьезных чемпионатах может себя проявить. Вратари в Греции особая вещь. Не только в сборной, но и в клубах традиционно возникают проблемы с игрой голкиперов. Надеемся, Стефанос Копино получит возможность сыграть на Евро 2012 года, куда вместе со своей сборной Греции он попал в нашу группу. Посмотрим на него и пожелаем ему удачи! С таким надежным голкипером, как говорится, и море по колено. Евро 2012 года расставит все точки на свои места и покажет, достоин ли этот голкипер не только статуса потенциальной звезды, но и место основного стража ворот какого-нибудь из грантов. Ну а теперь переходим к финансовому фэрплею. Постараемся разобрать полностью этот вопрос, так сказать, во всех плоскостях и тонкостях. Финансовый фэрплей. Новый свод правил, разработанный президентом УИФА, Мишелем Платини. Футбольным клубам запрещается тратить больше, чем они зарабатывают. Новые правила УИФА ограничивают расходы европейских футбольных клубов на трансферном рынке. Но мало кто верит в эффективность плана президента УИФА Платини, ведь наказывать нарушителей нечем. Впрочем, в полном объеме эти правила вступят в силу не ранее июля 2014 года. А пока на три года переходного периода для европейских клубов установили максимально допустимый уровень финансовых затрат в 45 миллионов евро или 64 миллиона долларов США. Таким образом, надеются, в УИФА клубы перестанут быть убыточными. Это, как подчеркнул Мишель Платини, простое, но строгое правило. Клубу нельзя тратить больше, чем он зарабатывает. Футбольное неравенство – вот главная проблема. Именно в этом УИФА и видит ее. Возникающими между английской премьер-лигой и другими, менее влиятельными европейскими лигами. В мае британская газета Guardian писала, что за 2009-2010 финансовый год 20 английских премьер-клубов в целом потеряли более полумиллиарда евро, хотя и заработали рекордные 2,5 миллиарда евро. Более того, вскоре ожидается появление отчета УИФА, в котором будут представлены доказательства того, что общий долг клубов английской премьер-лиги превышает сумму долгов всех других европейских клубов высшего дивизиона, вместе взятых. Неравенство, так сказать, обычным языком, можно объяснить, что клубы более богатые, более существенные, могут тратить миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов на покупку хороших игроков, высококлассных игроков. Другие клубы, менее титулованные, не могут себе этого позволить, и потому их звезды просто уходят за бешеные деньги в другие более именитые клубы. С этим и пытаются справиться. Скажем сейчас, эта проблема стала востребована, так как завышение цен – это попытка сохранить хоть как-то своих лидеров. Президенты клуба идут на все, чтобы и заработать, и оставить свою команду боеспособной. Сейчас обычный игрок звездного уровня стоит как минимум 50-60 миллионов долларов. К примеру, 12 лет назад за переход Зенедина Зидана из Ювентуса в Реал Мадрид заплатили рекордные 75 миллионов долларов. Реал Мадрид всегда старался покупать звезд мирового уровня за бешеные деньги. И именно с этим начались подъемы цен у футболистов. Каждый раз, когда Реал пытался закупиться своими звездными игроками, команды пытались заработать на этом и удержать своих лидеров. После первой закупки в 2002 году приходит в Англию Роман Абрамой из Челси. Начинаются новые покупки звездных игроков. Опять же, цены игроков начинают расти. Все больше и больше. И в итоге, в 2009 году совершается трансфер века. За 120 миллионов долларов Криштиан Роналдо переходит в Реал Мадрид. После этого цены на футболистов взлетели неимоверно. Целые бюджеты малых клубов уходят на покупку одного футболиста? Президенты клубов, спонсоры, готовы тратить сотни миллионов долларов, чтобы увидеть мгновенные результаты. Так сказать, добиться победы любой ценой. Но ведь не за это мы любим футбол. Много миллионная аудитория полюбила его за честность борьбы, за непредсказуемость результатов и за то, что Давид все-таки может победить Голиафа. Для нас главное, что футбол оставался таким же, каким мы его любим, чтобы не изменил себе и не сменил свою очередь после прихода в него больших денег. Всегда для нас что-то будет не устраивать. Кому-то бешеные деньги, зарплаты, переходы игроков принципиальным соперникам. Но главным должно оставаться одно, чтобы все перипетии, которые творятся в клубе, в составах, в премьер-лиге, никогда не затмили того, что творится на футбольных газонах. Ради того, от чего выходят футболисты. И ради нас, зрителей, которые обожают эту игру. Смотрите футбол, любите футбол. Тогда посмотрим, что будет в 2014 году. Какой будет фэрплей, что он у себя будет представлять. Вот и подошли мы к завершению передачи. Сегодня мы обсудили очень много значимых тем. Будем смотреть футбол, увидимся через неделю и напоследок. Некоторые болельщики считают, что футбол – это жизнь. Честно говоря, меня расстраивает их позиция, потому что футбол – это больше, чем жизнь. Билл Шенкли Редактор субтитров А.Семкин